В Черкасской области разгорелась битва за урожай, причем в буквальном смысле этого слова. Вчера поле Подсомнуха на окраине села Насачи едва не стало полем брани между местным фермером и агропредприятием. Что не поделили, далее в материале. Мощная сельхозтехника, десятки машин и более сотни людей. На первый взгляд на поле готовятся к сбору урожая. Но, объясняют присутствующие здесь полицейские, не все так просто. Причина конфликта – это поле Подсомнуха, более чем в 100 гектар. Урожая почти на 3 миллиона гривен, рассказывает фермер из соседнего села Насачив. Анатолий Тыхенко показывает накладные, согласно которым именно он засевал этот участок. А собирать урожай приехала посторонняя фирма. Тыхенко взял землю в аренду в 2008 году. Ее срок истек в конце 13-го. С тех пор, рассказывает фермер, областной госгеокадастер затягивал с продлением договора. По закону ей должны были прийти, где землю геокадастер на сегодняшний день, и вылечить эту земельную дилянку у меня с користувания. Ее никто у меня не вылечил. И я продолжаю эту земельную дилянку засевать, платить за ней налоги, как положено, и користуваться этой земельной дилянкой. Как оказалось, госгеокадастер дважды за три года поменял на этом поле арендатора. В этом году субарендатор участка решил заявить о своих правах. Летом агрофирма уже пыталась собрать на поле ячмень, посеянный Анатолием Тыхенко. Тогда фермер в суде отстоял права на свой урожай. На каких основаниях предприятие сейчас посягает на чужой подсолнух, его представитель объяснить не смог. В данный момент нам перешкоджают сбирание урожая. А это ваш урожай? Ну, урожай спирный. Так вы говорите, урожай спирный, как вы его можете сбирать? Ну, никто, а с какого права зашли люди и посеяли его. Сельский голова Насачива подтвердил, фермер Тыхенко исправно платит налоги в сельскую казну за пользование участком. А вот новые арендаторы лишь время от времени делают проплаты. Заручившись поддержкой односельчан, фермер Тыхенко заблокировал на поле технику работников агропредприятия. Те тоже вызвали подмогу. Едва не дошло до драки. Глава антирейдерского союза предпринимателей уверяет, это банальная рейдерская схема. В ней участвуют чиновники госгеокадастра. Пока зреет урожай, они переоформляют несколько раз договора аренды, в результате чего под осень, под конец урожая, сбора урожая, появляются выгодополучатели рейдерской схемы. Таких ситуаций по Украине десятки, если не сотни, говорят в Всеукраинском союзе фермеров. И в Днепропетровске, и в Полтавской области отбываются напады на фермеров, катывания, напады оружие и так далее. Мы сегодня возвращаемся и до генерального прокурора, и до министра внутренних справ, чтобы они это взяли на особенный контроль. А вот прояснить ситуацию в областном госгеокадастре оказалось некому. Начальница в командировках, заместители в отпусках. Но не на камеру сообщили. По продлению договора фермеру Тыхенко сейчас идёт судебное разбирательство, поэтому ждут решения Фемиды.